Соединенные Штаты Америки. Часто используются Соединенные Штаты или просто Америка. Государство в Северной Америке. Площадь 9,5 миллиона квадратных километров. Население 325 миллионов человек. США имеют федеративную форму устройства. Административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия. В их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица, город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединенные Штаты граничат на севере с Канадой, на юге с Мексикой. Также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с Запада, Атлантическим океаном с Востока и Северным Ледовитым океаном с Севера. Соединенные Штаты Америки были образованы в 1776 году при объединении 13 британских колоний, объявивших о своей независимости. Война за независимость продолжалась до 1783 года и окончилась победой колонистов. В 1787 году была принята Конституция США, а в 1791 били о правах, которые существенно ограничил полномочия правительства в отношении граждан. В 1860-х годах противоречия между рабовладельческими южными и промышленными северными штатами привели к началу четырехлетней гражданской войны. Следствием победы северных штатов стал повсеместный запрет рабства, а также восстановление страны после раскола, возникшего при объединении южных штатов конфедерацию и объявление имени независимости. Вплоть до Первой мировой войны внешнеполитическая активность США ограничивалась интересами на территориях Северной, Центральной и Южной Америки, согласно сформулированной еще в 1823 году доктрине Монро. После Первой мировой войны Конгресс Соединенных Штатов не давал согласия на вступление страны в международные организации, что ограничивало роль США в мировой политике. Однако участие страны в антигитлеровской коалиции значительно усилило влияние США на мировой арене, и со второй половины XX века страна стала ядром капиталистического лагеря. В 1945 году США стали первой ядерной державой, а с 1946 года они находились в состоянии глобального противостояния с Советским Союзом, длившегося до начала 1990-х годов. Когда СССР прекратил свое существование, по состоянию на 2014 год экономика США являлась первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП. США располагают мощными вооруженными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами, имеют постоянное место в Совете Безопасности и ООН. США являются государством-учредителем Североатлантического альянса. Страна также обладает вторым ядерным потенциалом на планете, имея наибольшее экономическое, политическое, культурное и военное влияние в мире. США в настоящее время считаются единственной сверхдержавой планеты. США не имеют официального государственного языка. Большинство жителей страны говорят на американском английском. География, расположение, основная территория США расположена на североамериканском континенте и простирается от Атлантического океана на востоке до Тихого океана на западе. На юге США граничит с Мексикой, на севере – с Канадой. Кроме того, в состав США входят еще два штата. На крайнем северо-западе американского континента находится штат Аляска, также граничащий с Канадой. В Тихом океане находится штат Гавайи. Граница с Россией проходит через Берингов пролив. США также принадлежит ряд островов в Карибском море и в Тихом океане. Подчиненные территории под тем или иным управлением США находится ряд островных территорий, имеющих различный статус. На территории необитаемого атолла Пальмира полностью действует Конституция США. Остальные территории имеют собственное основное законодательство. Крупнейшей из таких территорий является Пуэрто-Рико. Рельеф. На основной территории страны к западу от приатлантической низменности протянулись Апалатческие горы, за которыми располагаются центральные равнины. Плата Великие равнины. Почти весь запад занят горной системой Кордильер. Климат так как страна расположена на большой территории. В ней представлены практически все климатические зоны от арктического климата на север Аляски до тропического в штате Гавайи и на юге Флориды. Природа и природные ископаемые недра богаты запасами различных природных ископаемых, в том числе каменный бурый уголь, железная и марганцевая руда. Кордильеры, плато Колорадо, Великие равнины и Примексиканская низменность обладают месторождениями медных, цинковых, свинцовых, серебряных, хромитовых, ванадиевых, вольфрамовых, молебденовых, титановых, полиметаллических, урановых и ртутных руд, а также золота, серы, пасфатов и другого химического сырья. Реки, образовавшие глубокие каньоны, относятся к бассейнам водных источников, впадающих в Тихий океан. Миссисипи, одна из самых длинных речных систем планеты, протянулась на 6420 километрах. На границе с Канадой находятся Великие озера, Верхний, Гурон, Мичиган, Эри, Антария. Растительность склона Кордильер покрыта густыми хвойными лесами, а палачей, лесами из широколиственных пород, прырей почти не осталось. На севере Аляски распространена тундровая растительность. Обилие влаги благоприятствует развитию самой разнообразной растительности в преатлантических областях и опалочах, и особенно лесной. Растительности деревья не встречаются только на голых скалах или в низменных болотистых местах. В последних растет высокий камыш и мхи. Опалачская флора отличается большим разнообразием видов, в том числе древесных пород. Здесь встречаются американские виды каштана и платана, гикори, магнолии, тульпанное дерево. Лесная область Новой Англии исходна своими древесными породами с приморскими провинциями Канады. На севере ее опоясывает область сосен с важной представительницей ее – сосной веймутовой. Область лиственных деревьев тянется приблизительно до долины реки Олегени, служащей пределом двух растительных областей – Пенсильванской и Предмессисипской, но в общем разграничнее это нерезко. И одни и те же древесные породы встречаются здесь как в северных, так и в южных преатлантических областях. Несмотря на различия климата, прибрежные песчаные полосы и болотистые низменности южных преатлантических штатов покрыты сосновыми лесами. Здесь рядом с соснами высятся и огромные кипарисы с прямыми стволами, утолщенными у основания вроде луковицы опирающимися на крепкие отростки надземной части своего корневища. Из подземной же части ствола торчат его кинжелообразные дыхательные придатки. Ветви кипарисов увешаны седой испанской бородой. Лесо восточной части богаты подлеском, лианами и другими вьющимися растениями. В лесах Южной Каролины и Джорджии встречаются латании, апельсинные деревья, катальпа, багульник. Флоридская же растительность уже тропическая. Ни одна из стран умеренного пояса, кроме стран Восточной Азии, не имеет такого богатства и разнообразия флоры, как США. В центральном бассейне от Аппалачских гор до прерии Иллинойса прежде бесконечные леса, площадь которых равнялась пространству Франции, Испании и Италии. Вместе взятых, а ныне сильно разряженные человеком, состоят почти исключительно из лиственных пород дуба, ясеня, вяза, гикорей и других. На севере их ограничивает пояс сосны Веймутовой, в южной Аппалачской части область пихты Бальзамической, а еще южнее, у Мексиканского залива, область сосны Болотной и Болотного Кипариса. К западу леса прерываются уже в таких предмессисипских штатах, как Иллинойс, и начинаются необозримые пространства луговых степей. Преобладание травяной растительности, по мнению одних, зависит от климатических условий и, по мнению других, от порошкообразности почвы. Однако есть и такие места, где бывшие прерии заросли лесами. Например, в Кентуккиском бассейне реки Грин и на равнине Миссури около Сент-Луиса, флора прерий с более густой и высокой растительностью. К западу от Миссисипи идут территории великих равнин с более скудной растительностью, чем в прериях предмессисипья. Еще далее, поднимаясь к скалистым горам, присутствуют уже пустынные степи, в которых преобладает чернобыльник, особенно на Солончаковых землях за рекой Арканзас. Здесь же начинаются заросли кактусов, благодаря которым область Льяна и Стакада походят на скаты мексиканской Сьерра-Мадре. Еще западнее, но только исключительно в горах, опять начинаются лесные области. Деревья здесь не так ветвисты, под леска нет, лианы редки, и леса походят скорее на парки, чем на девственные леса Кентукки и Виргинии. В долине Миссисипи, благодаря крайности температуры и знойному лету с сильными летними дождями, размножаются почти тропические растения в таких местах, где средняя температура гораздо ниже, нежели в других странах. Под теми же широтами, например, сахарный тростник, хлопчатник, кукуруза, дающие обильные урожаи, флора скалистых гор и тихоокеанской покатости очень различна. От Верхнего Миссури до Нагорей Техас и одни изменные равнины Колорадо до Сьерра-Невады, на известковых и солончаковых областях растут кактусы и чернобыльник, достигая на высоких Нагорьях огромной высоты. В южных частях этой же области колючие кустарники достигают значительной высоты. Поднимаясь выше по скалистым горам идет пояс можжевельника, далее – сосен. На Тихоокеанской покатости, благодаря влиянию влажных западных ветров, развелась могучая хвойная растительность с гигантскими ее представителями. Она покрывает высокие долины и откосы Сьерра-Невады, идет на север в Британскую Колумбию и Аляску, разветвляясь на восток в штатах Айдаха, Монтании и Вайоминге. Здесь преобладает псевдоцуга Мензиса, доходящая до 80 и даже до 100 метров высоты. В береговых хребтах растет сиквоя еще большей высоты. Она образует огромные леса около Русской реки. Геология и история. Исторические даты 1565. Испанцы основали первое европейское поселение на территории современных США. Город Сент-Огостин, 1585. Основание колонии Ра-Нок. Первая неудачная попытка британской колонизации Америки. 1607. Основана первая постоянная колония англичан в Северной Америке. Джимстаун. 1609. Испанцы основывают Санта-Фе. Начало серьезного расширения испанской колонизации на юго-западе современных Соединенных Штатов. 1620. Основана первая в Новой Англии, историческом центре США, колония Плимут. 1623. Основание колонии Нью-Гампшир. 1626. Голландцы основывают Новый Амстердам, столицу голландских владений в Северной Америке, ставшей впоследствии Нью-Йорком. 1630. Основание британскими пуританами колонии Массачусетского залива, столица которой, Бостон, стал крупнейшим городом британских колоний в Северной Америке. 1634. Основание английскими переселенцами-католиками колонии Мэриленд. 1636. Баптисты, изгнанные из колонии Массачусетского залива, основывают колонию Рот-Айленд. 1638. Шведы основывают свою колонию на территории современного штата Далавер. Менее чем через 20 лет колония переходит под контроль Нидерландов. 1638. Основание колонии Коннектикут, выходцами из колонии Массачусетского залива. 1670. Основание британской колонии Каролина, разделившейся в 1729 году на две колонии – Южная Каролина и Северная Каролина. 1682. Объявление бассейна Миссисипи владением французского короля. 1682. Квакер Уильям Пен основывает колонию Пенсильвания, первая столица которой – Филадельфия – стала столицей объединенных колоний во время войны за независимость и первой столицей США. 1701. Основание форта Детройт – крупнейшего пункта французской колониальной экспансии в районе Великих Озер. 1718. Французы основывают Новый Орлеан, ставший центром продвижения французской колонизации на территории современных США. 1724. Основание самой южной британской колонии в Северной Америке – Джорджи. 1763. Французы основывают Сент-Луис, важнейший опорный пункт в среднем течении Миссисипи. 1769. Испанцы основывают Сан-Диего. Это становится началом испанской колонизации Верхней Калифорнии. 16 декабря 1773 года. Бастонское Чаепитие – начало войны за независимость США. 1774. Первый континентальный конгресс – начало открытого противостояния североамериканских колоний и метрополий. 1775. 1783. Война за независимость, также именуемая Американской революцией. 1784. Основание первого русского поселения в бухте Трех святителей на острове Кадьяк. 1787. 17 сентября Конституционным конвентом, созванным в Филадельфии, принята Конституция США. 1789. 25 сентября принятие Билля о правах первых десяти поправок Конституции США, гарантирующих основные права и свободы граждан. 1789. Первые выборы президента США. Первым президентом США становится Джордж Вашингтон, получивший 100% голосов выборщиков. 1799. Основание русско-американской компании. Начало комплексного освоения Аляски и России. 1800. Перенос столицы США из Филадельфии в Вашингтон. 1803. Луизианская покупка, приобретение у наполеоновской Франции французских владений в Северной Америке, в результате которого территория страны увеличилась вдвое. 1804. Основание новоархангельска, будущей столицы Русской Америки. 1812. Основание форт Роса, самой южной точки российской экспансии в Америке. 1812. 1815. Англо-американская война. 1816. 1817. Создана российская крепость на Гавайских островах. 1818. Соглашение с Великобританией об определении границы между США и британскими владениями в бассейне Миссисипи, в результате которого Соединенным Штатам отошла часть территории Миннесоты и Северной Дакоты. 1819. 21 февраля. Ратифицировано соглашение Адам Саниса о покупке Флориды за 5 миллионов долларов США. 1820. Миссурийский компромисс, позволивший сохранить баланс между Севером и Югом еще три десятилетия. 1823. Первое изложение доктрины Монроу как основополагающей внешнеполитической концепции США. 1828. Основание Демократической партии США. 1830. 28 мая. Конгресс США принимает закон о депортации индейцев восточного побережья США на запад в будущую Оклахаму. 1841. Продажа Форд Росса гражданину США Джону Саттеру. 1845. 29 декабря. Присоединение Республики Техас к США на правах штата. 1846. Присоединение по соглашению с Великобританией территории Орегон. Северо-Запада современных Соединенных Штатов. 1846. 1848. Американо-мексиканская война. 1846. 1848. Переселение мормонов из Ильиной-Савюту. Одно из наиболее массовых и организованных переселенческих движений на западе США. 1848. 1855. Золотая лихорадка в Калифорнии, способствовавшая быстрому заселению англоязычными переселенцами американского запада. 1850. Закон о поимке беглых рабов на всей территории США в качестве компромисса с Югом по вопросу о принятии в Союз Калифорния в качестве свободного штата. 1853. Покупка Гатсдена. Приобретение Соединенных Штатами части территорий современных штатов Аризона и Нью-Мексика. Окончательное установление юго-западной государственной границы. 1854. Основание Республиканской партии США. 1854. 30 мая. Принятие Американским Конгрессом акта «Канзас-Небраска», нарушившего равновесие между северными фермерскими и южными рабовладельческими штатами. 1854. 1856. Гражданская война в Канзасе, ставшая репетицией гражданской войны. 1857. 1858. Война между Мормонами и федеральным правительством в Юте. 1859. Восстание Джона Брауна в Виргинии против рабства. 1860. 1861. Сицесси рабовладельческих штатов из Союза. 1861. 1865. Гражданская война. 1867. Покупка Аляски у Российской империи. 1898. Испано-американская война, в результате которой, США, получили Филиппины, Гавайи, Пуэрто-Рико и некоторые другие территории. Куба попала в зависимость от США вплоть до Кубинской революции. В 1959 году, 1913-23 декабря, создание Федеральной резервной системы. 1917. 26 апреля, в результате так называемой «телеграммы Циммермана», США вступают в Первую мировую войну на стороне Антанты. Законом о шпионаже устанавливалось наказание до 20 лет тюрьмы за распространение ложной информации о вооруженных силах США с целью помешать их операциям. Вызвать бунт или помешать набору в армию. 1929. Начало Великой депрессии в США. Одного из самых серьезных потрясений в американской истории, оказавшего огромное влияние не только на экономику, но и на культуру страны. 1940. Принятие акта Смита. 1941. 7 декабря, нападение японцев на Пороль-Харбор. США вступает во Вторую мировую войну, объявив 8 декабря войну Японии. 1945. 6 и 9 августа, атомные бомбардировки Хиросимой Нагасаки. Погибает около 250 тысяч человек, преимущественно мирных граждан. 10 августа, Япония выражает готовность сдаться странам антигитлеровской коалиции. 15 августа, император Хирохито выступил по радио с объявлением о капитуляции. День победы над Японией. 1950-1953. Война в Корее. 1960 август. Октябрь. Национализация на Кубе. Собственности американских компаний. 1961. 20 января. Вступление Джона Кеннеди на пуст президента США. 5 мая. Суборбитальный космический полет Алана Шепарда на корабле «Фридом-7». 1962. 3 февраля. Введение Джоном Кеннеди полного эмбарго на торговлю с Кубой. Карибский кризис. 1963. Май. Массовые выступления негритянского населения Бирмингема против расовой дискриминации. 22 ноября. Убийство президента Джона Кеннеди. 1964. 1973. Вьетнамская война. 1969. 21 июля. Астронавт Нил Армстронг впервые высадился на Луне. 1973. Март. 1974. 9 августа. Уатергейтский скандал. Президент Ричард Никсон с позором покидает Белый дом. 1986. 28 января. Гибель шаттла. Челленджар. 1987. 12 июня. Призыв Рональда Рейгана, выступавшего возле Берлинской стены, к Михаилу Горбачеву ее разрушить. 19 октября. Черный понедельник. 1991. Война в Персидском заливе. Освобождение Кувейта от иракской оккупации. 1992. 30 апреля. 2 мая. Бунтов американцев в Лос-Анджелесе. 1992. 1994. Миротворческая операция в Сомали. 1999. Военная операция против Югославии. 2001. Террористический акт 11 сентября. 2001. Начало военной операции в Афганистане, продолжающейся до настоящего времени. 2003. 1 февраля. Гибель шаттла. Колумбия. 2003. 2011. Иракская война. 2005. Сентябрь. Ураган. Катрина. Привел к прорыву дамб. Затоплению города Новый Аль-Арлеан и последовавшим за этим массовым беспорядком и мародерству. 2007. Ипотечный кризис в США. 2008. Сентябрь. Начало мирового финансового кризиса в США. 2011. Март. Октябрь. Военная операция против Ливии. 2014. Сентябрь. По настоящее время участие США в гражданской войне в Сирии административное деление. Соединенные Штаты Америки состоят из 50 штатов, являющихся равноправными субъектами Федерации. Столичного федерального округа Колумбии и зависимых территорий. Каждый штат имеет свою конституцию, законодательную, исполнительную и судебную власти. Большинство названий штатов происходят от названия индийских племен и имен королей Англии и Франции. Штаты делятся на округа Бура, более мелкие административные единицы, за исключением пяти округов в составе города Нью-Йорка. Всего, по данным Бюро переписи населения США, в стране насчитывается 3141 округ. Наименьшее количество округов в штате Доловер, наибольшие – в штате Техас. Планомочия администрации округов и взаимоотношения с муниципальными властями расположенных на их территории населенных пунктов сильно различаются от штата к штату. Местной жизнью населенных пунктов управляют муниципалитеты. Установлен особый статус для неинкорпорированных территорий ТН – свободно ассоциированные или неприсоединившиеся территории. Эти территории имеют совещательный голос и теоретически могут прекратить или приостановить свои привилегированные отношения с Вашингтоном. Штаты США